Всем привет, уважаемые зрители, с вами канал Аккумуляторщик. Хочу рассказать о такой истории, ситуации, да, о которой, к сожалению, не учат в наших автошколах. Это относится к тому, что делать во время ДТП. Еду, значит, я в Новосибирске за рулем и на ближайшем перекрестке происходит ДТП. Я бы не сказал, что оно такое сильное, да, жесткое или такое слабое, но, тем не менее, оно такое было, ну, относительно средненькое. Я подъехал туда где-то через минуту, подъехал, выхожу, значит, авария Toyota Harrier и Lada 99 модели. Вот, повреждения такие, относительно не сильные, но, тем не менее, они есть. Харриеру пришло повреждение прямо вперед, так скажем, да, в переднюю часть, поврежден моторный отсек. И ни один, ни второй водитель, да, но это можно понять, они находятся в шоковом состоянии, здесь никаких претензий нет. Но остановились другие водители, прохожие, и почему-то никто не догадался, не подсказал отключить клеммы с аккумулятора. Это важная, важная вещь, вообще, которую нужно сделать первым при дорожно-транспортном происшествии. Я расскажу, почему. Во-первых, повреждается электрика автомобиля, повреждается топливная система, да. И в любом месте может произойти короткое замыкание, то есть, неважно, куда пришел удар, в моторный отсек, либо в задницу, либо еще куда-то. Плюс попадает на массу оголенный, да, возникает короткое замыкание, собственно, и может произойти пожар, возгорание, да. И, собственно, если, особенно, кто-то зажат, например, в автомобиле, либо еще что-то, да. То есть, как правило, техосмотры у нас в России, они просто покупаются, и огнетушителей, как правило, нет ни у кого. А если у кого есть, то это дешевые, порошковые, которые, возможно, что и даже не затушат эту машину. Машина выгорает буквально за пару минут. До приезда пожарного расчета от машины, по факту, не остается ничего. И вот это простое, в принципе, действие, да, просто-напросто скинуть клемму, да, либо просто вытащить аккумулятор наружу. Да, вон, а кума, включаем. Почему-то никто не делает. Все стоят, включили аварийку и стоят, ждут. Банальное даже повреждение капота, да. Как правило, у многих автомобилей стоит он под капотом, капот как-то загнулся. Плюс с минусом, замыкание накоротка по батарее, он начинает там искрить, гореть и так далее. И это очень важный, на самом деле, момент. Поэтому, если вы где-то проезжаете мимо, увидели аварию, либо сами, не дай бог, да, конечно, никому не желаю, попали в аварию, первым же делом обязательно отключите клемму с аккумулятора, либо вытащите его наружу. Потому что возгорание в автомобиле, это дело такое, очень страшное на самом деле. Потому что выгорает, помимо того, что машина повреждена, она еще и сгорит за пару минут. На этом все, пожалуй, да. Если в случае ДТП вы стали очевидцем, обязательно отдайте контакты, если у вас есть запись видеорегистратора или вы стали свидетелем. Окажите первую помощь, вызовите на место скорую помощь, вызовите на место спасателей, если кого-то невозможно извлечь. Вызовите на место ДТП дорожно-патрульную службу, окажите первую помощь, дождите, передайте этих всех пострадавших, если такие имеются, в спецслужбы, так скажем, да. Вот такая вот небольшая история, надеюсь, она вам была полезной. Ну на этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока!